I have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки! С вами Аладушки. Мы с вами находимся в This War of Mine. И в прошлый раз мы с вами играли за вот эту четверочку, Свету, Павлу, Антону и Злату. И мы выжили. Хотя у нас выжил только один человек. Также у нас есть Павло, Бруно и Марко, за которых мы тоже выжили. Ну, сегодня за кого мы пойдем, вот интересно. По идее, можно бы пойти дальше за Бруно, Романа и Арика. Вот. Но как-то уж так пошло, что мы идем через один. И у нас тут есть еще два новых, так скажем, еще не открытых. Две новых истории, два новых сюжета. Давайте мы пойдем за Бориса, Эмилью и Мэри. Мне интересно это сочетание людей. И я вам даже сходу не скажу, знаю ли я всех этих людей. Бориса я, конечно, знаю. Но вот насчет остальных... Пойдемте, начнем сегодня это выживание. И постараемся, чтобы в этот раз у нас все сложилось немножечко лучше, чем в прошлый. И мы начинаем сразу с... Очень холодно. Снег на улице. Нам нужно в срочном порядке клепать печку, иначе все позаболевают сейчас. А это жесткие... Жесткое начало, жесткие условия. Еще к тому же, что холод потом уйдет, а печка у нас останется. Мы сейчас просто ресурсы будем вливать в эту самую печку. Но мы не сможем потом этим насладиться. Блин, это немножечко серьезно так. Хорошо. Месяц непрерывной бомбардировки превратили честь города в море-руин. Кто-нибудь и большинство жителей искали. По-моему, стандартное. Стандартное такое. А, нет, нет, нет. Мэрин потеряла все нажитое в пожаре с полившими в мастерскую. Война забрала у Бориса и у Эмилии близких. Превратил в бездольных одиночках. Они откнулись на дом. Маломальский, защищенный от непогоды, решили пережить осаду в нем. На лицам мне эти персонажи знакомы. Но я точно не скажу, какие у них обилки. Сейчас мы посмотрим. У нас есть Борис. Сильный, но медленный. Иди разгребай. Сильный. Слегка больна. Фух, блин, показалось, сильно больна. Талантливый адвокат. Это если нам придется с кем-то договариваться, номер такой. А, и вот мастер на все руки. Это круто. Вот это вот на самом деле очень круто. Тут заперто. У нас есть печка. Офигеть. Ну ладно, ладно, игра. Беру свои слова обратно. Если нам не пришлось с самого начала строить печку, она просто у нас есть, то тогда все пучком. Нам топливо вот дают. Хорошо. Возможно, мы это переживем тогда. Какой стул? Блин. Так. Забираем, забираем все. Никакого стула. Собираем все, что есть в доме. И нам нужно будет сейчас... Ооо. Минус один. И у нас уже есть один слегка больной человек. Это неприятно. С другой стороны, что мы можем сделать? Вот досками, которыми заколочены эти двери. Почему я не могу? Ты не пошел разбирать. Так. Интересно, какой навык нам даст талантливый адвокат? То есть, мы сможем с кем-то договориться по-человечески? Или что нам это даст? Берем все. Тоже берем все. Так. Хорошо. Ты у нас мастер на все руки. Ты идешь сюда. А ты... Просто разгребать завалы. Потому что мастер мне пригодится. Мне нужно сейчас будет сделать кровати. Сколько кроватик стоит делать-то? Ну, давай две по стандарту. Три персонажа, две кровати. Все правильно. Будете спать по очереди. Ребятки, не знаю. Если мы будем играть в том же формате, как и в прошлый раз. Я имею ввиду, по семь дней. Я еще не уверен, что у нас так получится. Потому что, как практика показала, семь дней в начале, это не то же самое, что и семь дней потом. Так. Давайте еще одну кровать дам. Мастер на все руки. Это значит, что у нас будет тратиться гораздо меньше ресурсов на построение чего-либо. Поэтому строить мы будем именно вот этим парнем. У нас есть отмычки. У нас нет лома. Против лома нет приема. Так. У нас нет заднего двора. У нас нет заднего двора. Хорошо. Закинь-ка нам. Стой. Не-не-не-не-не. Нет-нет-нет, Боря, стой. Можем ли мы улучшить печку сразу, сходу? Сейчас два раза, блин. Так. Иди разгребать. А ты? Ты у нас пойдешь сейчас... Блин, как нам... Ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва! Ты кто такой? Слесарный верстак. Позволяй делать инструменты. Позволь мне делать инструменты. Давай, чувак. Ну вот, разместить. Хорошо. Ты. Ты больна? Ну, блин, лекарств у меня-то нету. Давай греть как-то эту халупу. Дрова-то у нас есть. Достаточно дров. Так, посмотрим, как у нас вырастет температура до конца дня. Плюс два, но это такое себе для больного человека. Это вот совсем не очень. Сделай мне лом, пожалуйста. Потому что вскрывание дверей для нас сейчас очень важная задача. Мы в собственной же халупе не можем двери повскрывать. Лопату, может быть. Еще и печку надо сделать. Дофига чего надо сделать. Пошла на стульчики посидеть. Хорошо. Фиг, мы еще что-то сделаем. Я понял. Взломай вот эту дверь, пожалуйста. Двенадцать градусов. Я не скажу, что я счастлив. Мне не хватает инструментов, мне не хватает деталей. Но у нас есть чувак, который может очень много носить. И как раз в прошлый раз я вам очень жаловался, что не хватает нам такого чувака, который мог бы много носить, и нам приходится хватать жменьки. И мы ничего не сможем с этим сделать. Сейчас, если у нас будет безопасная территория, у нас есть тот, кто мог бы много чего унести из этой территории. Это прям замечательно. Сахар, таблетки, таблетки, класс. Короче, если она заболеет, можно будет ее таблетками нафигачить. Можем ли мы подкинуть еще на ночь дровишек? Может, он меня еще интересует? Нет. Завершаем день. Ай, ты спишь в кровати. Могут ли на нас напасть в первую же ночь? Просто мне интересно. Ты... Черт, тоже спишь в кровати, а ты идешь добывать. И пойдем мы... Дом с привидениями. Еда, количество материалов, лекарства, количество оружия, много запчастей. Разрушенная вилла. Дом для двух семей, опасность. Все, понятно. Это мы пока что исключаем. Есть разрушенная вилла. И дом с привидениями. Много запчастей. Немного еды. Много еды. Огромное количество. Много лекарств. Много материалов. Пойдемте в разрушенную виллу. Ибо... О, хорошо. Практически три полных слота. Ну, три полных полоски. Это... Это шикарнейше просто. Мы сейчас отсюда вынесем... Просто все, если нам позволят. Стоп. Там есть человек? Почему там есть человек? Мне же сказали, что... Ну, хотя не было же написано, что опасность. Правильно? Не было. Но здесь мы, типа, воруем, если что. Я вас понял. Ой, консерва. Медведь. Воровство у нас, типа, сразу дизморальку дает. Ага. С той стороны у нас оно заперто. Я не знаю, опасно ли мне здесь находиться. Вот что я не знаю. У меня медленный персонаж. Вот в чем проблема. Давайте я себе путь отхода немножечко открою. И вот этот шкаф ломану тоже. Я не знаю, будет ли это считаться кражей. То, что я сейчас в него полезу. Будет. Но я его взломал, по крайней мере. Если что, можно будет прийти и... Забрать. Кто-то трогал дверь. Странно. Странно, не спорю. Я считаю, у меня сейчас очень хороший лутецкий. Тут есть еще и холодильничек. С которым я бы пообщался. Ребят, тут не написано, не заявлена опасность. Но мы знаем, что в этой игре иногда... Блин, тут реально дофига всего. Все, бежим, валим отсюда. Иногда то, что заявлено, не всегда... Тут два человека, да? Так, сейчас посмотрим, как на меня отреагируют. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я же тебя убью ломом просто. Блин, чувак, не вынуждай меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Классно. У нас есть раненый прямо с ходу. Но этот чувак тоже в очень плохом состоянии. Плохо, что на меня так напали. Ха-ха-ха-ха. Мне это не понравилось. Ммм. День второй. Я был почти целый. Я два раза получил сейчас от него. Это было очень плохо. Вот бы бинт. Да. Согласен с тобой. Иди спать. Слегка больна, голодна. Все дела. Так, у нас нету топлива. Но это полбеды. На работу. В концлагерь на работу. Так, кухня. Нам нужна. В кухне, как всегда, у нас будет возле холодильника. Пойдем. Слегка болен, блин. Ё-п-р-с-э-т. А ты ранен или... Не-не-не-не-не-не. Ты делай. Ты не обращай внимания. Ты у нас... Ранен. Болин. У меня была красавица подруга. Она у нас была ребенок. Замечательный сын ЛК был похож на меня. Ему было всего 7 лет, но уже... Был сильнее всех остальных детей. Готов поспорить, что он бы вырос великим штангистом. Кем я всегда хотел стать. Если бы спас его. А он еще и курильщик. Ай. Не-не-не-не-не. Ты спи. Ты восстанавливайся, спи. Нам нужно достать бинт. Как ни крутись. И нам нужно улучшить печку. Потому что у нас уже два больных человека. Бинт. Так. Ты проснешься, я тебя забинтую. Хорошо. Иди пока взламывай, доламывай. Чувак. Кровь из носу надо улучшить. Нам нужен термостат. Да. Улучшай. Почему тут чувак на меня сагрился? Хорошо, хоть у него пистолета не было. Но почему я не смог его добить? Хотя с другой стороны убийство плохо бы сказалось. Я не знаю, будет ли он нас сейчас атаковать. Столько вопросов. Много. И столько мало ответов. Что мне нужно? Теперь мне всего не хватает. Термостат я тоже не могу сделать. Хорошо. Делаем из... Да. Из этого. На все. Нам нужны дрова. Блин. И улучшенную печку я сейчас забахать не могу. Это крайне печально. Слегка болен. Елки-палки. Ну потому что в доме холодно. Таблетки у меня только одни. Угу. Тоже классно. Интересно. Вот придет торговец. Что я ему смогу продать? Мне нужно найти что-то ценное. Что-то ценное. Торговец, кстати, придет завтра. Сегодня у нас получается второй день, да? Да. Сегодня второй день. Торговец придет завтра. Что у нас в доме? Нет опор еще бы нужен был. Да, да, да. Кстати. Взять все. Чтобы получить топор, нужен второй уровень верстака, да? Не этот, пожалуйста. Вот этот. Посмотри. Да, топор мы сейчас делать не можем. Она нужна. Нужны оружейные детали. А на второй уровень верстака... О! Не особо-то что? Ну как бы это... Я понял. Это вполне реально. Потому что будет топор, у нас будет много топлива, много дерева. Мы тут сможем всю эту мебель перерубить. У нас будут щепки. Все станет проще. Так. Ты выспался уже, я так понимаю, да? Ты просто ранен. Давай. А, не-не-не-не-не-не. Бинтик. Бинтушечку давай наложим на тебя. Пусть тут будут какие-то таблетки. Было бы неплохо. Сейчас посмотрим. Вода и сахар. Кстати, сахар мы пока что можем использовать как некую валюту. Что тоже неплохо. Ты бинт заюзал. Хорошо. Все, ложись спать. А ты добавь топлива немножко. Это плохие слухи. Ай, завершаем день на этом. 11 градусов. Отвратительно. Так, в разрушенную виллу мы сходили. Ничего нам тут не написано. Ни про опасность. Ничего. Хотя нас атаковали. Пойдем в дом с привидениями. Фа-фа-фа-фа. Ты будешь охранять, ты будешь спать в кровати. А ты пойдешь добывать. Церковь Святой Марии. Много лекарств, кстати. Пойдем. Это то, что нам сейчас нужно. Если мы их найдем, это будет круто. Много лекарств. Так, ну это не люди. Я же надеюсь, тут ходят. Забираем все. Пока лезет, забираем все. Дом с привидениями. Очень интригующе. Так, у нас, кстати, есть вода. О, тут нужна ножовка. Я тебя понял. Нужна ножовка, и тут у нас проход... Очень далеко проходит. Хорошо. Вернемся сюда с ножовкой без проблем. Хочешь не хочешь, я ей придется сделать. Детали, дерево, вода. Блин, две самокрутки. Ладно, самокрутки берем. У нас есть курильщики. Без сигарет он будет в депрессии. Это будет печально. Пойдем посмотрим наверху. Нужно ли что-то взламывать. И что у нас тут вообще есть? Что в этом шкафчике? Жрачка! В этом шкафчике. Так, удобрение пока оставим. Возьмем жрачку. Ай, возьмем овощи. И возьмем... Да, нам сахар нужен будет для торговли. Поэтому сахар берем обязательно. Воду берем обязательно. Потому что на воде мы сейчас будем готовить это все. А вот и взлом, да. Не зря Сэболобик взял сюда. Можно будет в следующую ночь прийти и хорошенько так затариться. Если еще и ножовку будем сделать, было бы вообще супер. Так, полохали. Ага! Так, дерево тоже выкладываем. Берем алкоголь. Берем запчасти на оружие. Это все нам сейчас пригодится в торговле. А запчасти на оружие... Ой, таблеточки. Таблеточки тоже берем. Я понимаю, что я сейчас бросаю кучу материала, но я сюда вернусь на следующую ночь и заберу весь этот материал. А вот эти вещи мне нужны будут прям сегодня ночью. Прикиньте, я сейчас приду, если кто-то заболеет. А при 11 градусах дома кто-то вполне может заболеть. Это будет вообще несложно. Так, именно тогда, когда мне удалось добраться до этой, казалось бы, безопасной страны, в ней тоже началась война. Блин, не повезло кому-то. Но не повезем, я все хорошо. Пишу тебе записку в ожидании человека, который увезет меня отсюда на катере. Потом обращусь за политическим первичем. Как только я его получу, привезу тебя сюда. Мы снова будем вместе вдалять войны. Ничто, держись. Кофе. Попей кофе. Ладно. Вот это я заберу. Вот это я заберу. И вот так я побегу на выход. Тут, 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 тут. У нас нет радио, нам бы радио построить. Нам кучу всего вдруг надо построить. Тут начало гораздо более хардкорное, чем в предыдущих наших играх. Тут сразу и больные люди, и вон у меня раненый, и холодно, и печки не хватает для обогрева, и все сейчас будут кашлюкать, и всякое такое. Вот это, ну, так себе. Если мы тут выживем, будет хорошо. Явно заболел. Ему необходимо лекарство. Да, ёты, парасетэ. Ой, легко ранен. Круто. Винт помог. Слегка больна, а ты... Болен. Ай ты, ёж ты, матрёж ты. Давай, жри таблетки. Жри таблетки. Ну, чё, придётся. Чё, скажу так. Ты спать, всё. Ты у нас будешь с таблеточками. Смастерить мы сегодня вряд ли что-то сможем, наверное, да, ребят? Деталек-то у нас не прибавилось. У нас прибавилась торговля. Сейчас, через два часа придёт торговец. И нам резко похорошеет. Так. Нам нужно вот это. Не хватает. Это я знаю. Ты можешь сейчас... А я ещё ножовки-то делать не могу. Мне не хватает материала. Хорошо. Всё, ждём торговца. Ждём торговца. И... Можно пока супчик, кстати, сварить. У нас есть овощи, у нас есть мясо, консерва. Ну, не знаю. Всё-таки дождёмся ещё с торговцем. Он должен уже вот-вот подойти, потому что мне ещё нужно топливо рассчитать, чтобы хватило и на печку, и на приготовление пищи. Давай-давай, чувак, мы тебя ждём. Десять. Пам. В смысле? Ты что, не придёшь сегодня, что ли? Ах ты, олень. А вот это сейчас всё резко хуже стало. Третий же день, чувак, как ты мог? Так, делаем четыре порции жрачки. Ну, у нас тут три человека. Вроде как и рук меньше, но и ртов-то меньше получается тоже. Поэтому четыре порции нам хватит на... Один раз всех покормить, плюс ещё немножко останется. Есть ещё одна консервная баночка, что тоже неплохо. Самое отвратительное, что если я закончу день сейчас, у меня ночью будет холодрыга, да, я так понимаю? Мне нужен термостат. Для термостата мне нужен этот, ай. А заапгрейдить я сейчас ничего не смогу, потому что я рассчитывал, что на третий день я буду торговать. Нафиг там. Ладно, ты там с таблетками. Всё, короче, завершаем. День с девяти градусами, ёппер-эсэте. Аэропорт? Опасность. Не, спасибо. Идём в дом с привидениями. Ты спишь в кровати, ты охраняешь, ты добываешься. А ножовки-то у нас нет. Ай, нафиг ножовку. Мы и так сейчас нагребёмся. Ммм, да, пойдём. Вот сейчас мы тогда, получается, всё нагребём. У нас хватит инструментов заапгрейдить верстак, сделать ножовку. И на третью ночь мы сюда придём. Ну, да. Выглядит как схема, как план, да-да-да. Это возможно. Так, сейчас тогда нам нужны именно материалы. Взять всё. Так. Так. Это у нас там штангистом хотел стать. Вот, давай, нагребай полные карманы. Полные сумки. Кстати, кофе. Интересно, кофе сейчас в цене или нет. Блин, без радио другого на самом деле. Без радио прям отвратительно. Не надо мне говорить, что это всё, что я могу отсюда утащить сейчас. Фух, тут ещё что-то есть. Блин, могло бы ты лучше на самом-то деле. Тут тоже ничего нет. Всё, всё остальное спрятано за ножовкой. Всё, я понял. Валим. Там, видимо, у нас и лекарства, и еда, и всё то, что должно было бы быть, оно там, поэтому... Что мне делать с тем чуваком недобитым? Будет ли он меня атаковать? Если мы убьём его, мораль наших людей упадёт. Если мы его не убьём, но мы будем у них красть, от кражи, мораль тоже падает. Может, просто разу фигарить, и всё, они просто побудут печальными, и... на этом всё закончится. на нас напали и украли дрова, чтоб вас очень голоден. Иди хавать, и спать. Слегка болен, легко ранен, очень голоден. ха-ха-ха-ха-ха-ха! Да, полный комплект. И мы сейчас не можем пустить дерево на оборону, потому что дерево нам нужно для отопления. как они раньше жили от ищи кофеманка классно скурящие кофеманка и пары сутки вот это явлен люди истощены просто по максимуму а это четвертый день давай хавать и спать вообще без вариантов кушай и пойдем попробуем нам нужен нам нужна ножовка и топор поэтому нам нужно 2 нам нужно 2 верстак и нам не хватает дерева его сделать потому что нас обокрали до чтоб вас я понял так наши вещи и топлива у нас тоже не осталось давай делать топливом из оставшихся семи деревяшек сделаем топливом и на следующую ночь надо пойти за деревом залатать тоже деревом это не все дерево на что так никто не придет а да торгует у торговец пришел чувак быстро ломим сюда а почему на четвертый день стоп это он просто так на 4 не приходит или он будет приходить и раз четыре дня давайте подумаем над этим я думал он из что-то снега не приходит до торгами торгуемся значит ой дерево у тебя сейчас дорого будет стоить да я тебя знаю баклайм хорошо на тебе сахар отлично договорились сахар мне сейчас вообще не нужен мне не алкогольного аппарата нет ничего кстати насчет алкоголя держал как он тоже дай мне вот эти штуки фигасе за бутылку так не пойдет давай больше ай какой-то этот вася а сахар тоже что ли не прокатывает и нефиген отлично мы договоримся я так ему без этого мы тоже договорит нет без этого мы не договоримся договорились хорошо так данного лекарства у тебя покупать дорого будет дядька давай-ка наверное вот эти могу отмычки продать кстати да мне вот детали я тебя дам две отмычки я тебя там кусок мяса плену мне нету бриллиантов нет ничего чем я мог бы с тобой поторговать сколько вода я тебя не отдам иди нафиг отлично договоримся все вали отсюда грабитель следующий раз я приготовлюсь к торговле тебя беру как липку хорошо быстро делаем второй верстак и надо бы тут тоже 2 но нам часа один раз не хватит до сделать 12 и 24 хорошо холло дает согласен 5 градусов какой звездец давайте сделаю топор давайте мне хватит денег на топор ну смысле материала все же так хорошо сразу пойдет у него были оружейные детали мне две оружейных детали на топор не хватает чтоб ты да давай делаем один напильник тогда теперь мне уже нужно три оружейных детали ну что сейчас еще раз тогда получается туда слазим там у нас должна быть еда медикаменты посмотрим что по материалам но как минимум разочек туда еще стоит слазить до завершаем день опять на 9 градусов какая красота дом с привидениями ты будешь храняя в плент принципе одинаково берешь его только берешь вот это и пойдем я не знаю если там придет что-то взламывать к тому же надеюсь что у нас хватит места пойдем сверху мы все обнесли давайте чист внизу все заберем почему там с привидениями я не вижу здесь ни одного призрака я не вижу здесь каких-то шатающихся этих гобеленов или еще чего-либо интересно так ножовку мы использовали взять все прям неплохо сейчас пошло интересно что там внизу это мы удачно зашли так это мы сейчас убираем одну воду я тоже сейчас убираю берем бинты берем лекарства а внизу там ящики что-то есть да о это прям тоже неплохо значит как минимум еще раз на бучила сходить хорошо я доволен тут есть что взять есть чем поживиться на час возможно даже детали хватит ножовка того стоила так тут я возьму одну деталь оружия мне нужно будет еще две детали оружия к тебе их возьму наверное опять ждать торговцы не факт что он их привезет принесет или что-нибудь такое так давайте не нападайте на меня сейчас у меня есть лекарства все дела ну холодно дома и не могу отопить всю эту халупу день 5 теперь оставьте мне а я 5 напали глубокое ранение нужны бинты нужны бинты для двоих уже нужны бинты нет 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 слегка больно ранена печально ты иди спать ты слегка болен ранен а ты возьми вот эти таблеточки ты устал ты просто спать иди тебе дядька придется еще поработать сейчас люди дорожат своими имуществами раньше не просто выбрасывали сломанные вещи мне было тяжело развиваться зарабатывать на своем мастерской день обслуживала лишь пару клиентов основе только либо но бывали исключения что радует улучшаем пробуем улучшить я надеюсь хватит три дерева не хватает я тебя понял топлива у меня хватит вот так скачет как лошадь блин топлива нету кто-то за дверью вы серьезно сейчас сейчас не время ребят так что ты хочешь перчат который открыл дверь спасибо вам быстрее моего брата стрелы снайпер пожалуйста помогите мне донести его до дома или он умрет нельзя терять ни секунды дайте мне секунду нельзя терять ни секунды дайте мне секунду а затем а та 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 слегка больна опечален и устал вот иди помоги человеку и ты не будешь опечалена блин я знаю это щас жестоко но я не могу потерять вот этого человека так а ты делаешь у нас еще не хочу делать топлива из книг это не по-человечески или топлива мы все равно принесем скорее всего больше деревяшек чем 4 я на это очень надеюсь блин нет 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 и ты сиди делай у тебя есть дело да пойдем я рад что мы помогли нашему раненому соседу да да делай пожалуйста нам ночью чем-то греться надо будет будет холодно у нас даже ножа нету ее просто надо хотя бы топор сделать чтобы мы могли защищать дом у нас нет топора у нас все раненые и почему на нас нападает каждую ночь нет уже разгула преступности а что будет когда начнется разгул преступности завершайте день все горе ты пойдешь у нас в разрушенную виллу и пойдем в подвал и пойдем потому что мы сейчас в дом с привидениями там конечно есть что взять нам на нам нужно туда там есть дерево там есть запчасти мы сейчас идем чисто за деревом и запчастями нам этого щас критически прямо не хватает даже я бы сказал что дерево больше чем запчастей нам не хватает тут они вроде не ходят и тут у нас не считается воровством пока забираем все потом будем выкидывать если что-то не нужно рад что мы помогли да все рады понимаешь там сейчас это четко будет пахать за десятерых но все при этом рады всем нормально блин опять я набрал всего угодно только не дерево я честно говоря боялся что сосед нас сейчас попросит дать ему бинты мы как раз последний израсходовали нам еще одни нужны так вот так вот сделаем и мы кстати можем еще если три детальки где-то найдем еще и приколупать в себя можно даже сделать наверное вот так да все валим отсюда мы сюда еще вернемся конечно но пока что валим отсюда что выстрелы чувак топает как будто это выстрелы хорошо боря в убежище у нас какой сейчас день кстати 6 6 день кстати сейчас у меня опять все голодные будут жрачки мы так особо не достали опять напали да я просто глубокое ранение нужны бинты опять дрова украли вот ну блин очень голоден так о сильно устала очень голодна так хавай а сможем ли мы еще хавчик приготовить я не помню есть у нас овощи или нет нет это плохо так ты ху ты кушаешь а ты устал и очень голоден то есть ты по идее восстановился ой вообще хорошо кушаешь консервы и спать очень голоден на ранее черт побери здесь слишком холодно я знаю ребят я без вас знаю но с этим прям сейчас мы ничего поделать не можем это печально так улучшить да сейчас попробуем что-то как-то я не знаю получится улучшить печку должны держаться до надо сделать термостат надо сделать термостат в любом случае а потом уже копить ресурсы на то чтобы улучшить печку потому что с плюс 9 в доме мы так прям сильно долго нужно оружие нужны бинты нужно куча всего может у меня найдется 10 дерева сейчас то найдется я смогу заделать одну из дыр это хорошо слегка больная раненая печали насильно устала так тебе спать еще две ночи ты голоден и устал вот чувак в отличной форме голоден и устал но в принципе ничего такого нам видимо все таки придется убитого человека блин если это так это не очень хорошо еще если у нас это получится то как бы очень голоден но пойдем хавать мясо потому что мы без вариантов мы не можем его . мы можем его приготовить без овощей просто мясо мы же можем его приготовить мастер сразу станется улучшать нам нужно 22 дрова пойдем колотить дрова дрова нам в любом случае по нас сейчас опять все дерево туда уфигачим а у нас его и так не особо и много осталось да два делай не придется наверное даже не знаю из чего мне сейчас еще дрова делать наверное из этого придется делать то есть мы без выхода нам все равно придется печку на ночь топить сейчас нужно посмотреть что нам нужно для улучшения этой самой печки потому что уже шесть дней живем в холодрыге все больные пойдем стой чувак если ты выспался почему ты не встаешь это же раньше механика так работала если ты выспался ты встаешь и все видят что ты типа можешь еще чем-то заниматься что происходит могу сделать ух ты же сразу бы так ребятушки сигареты закончились да да хорошо так минус 5 на улице елки-палки завершаем день на плюс 12 вот улучшенная печка чудеса творит хорошо мы идем добывать ты спишь в кровати ты охраняешь требуется осторожность тут опасность прям говорят что опасность аэропорт опасность я могу только по сути в эту виллу сейчас пойти взять ли мне с собой ломик будет ли это хорошей идеей да давайте даже если ничего вскрывать не буду там есть псих который не может напасть и лучше при этом иметь ломик просто пойдем потихонечку просто пойдем потихонечку спрячьте пойдем в боевом режиме не знаю что что от них ожидать сейчас от этих у тырков это подлечился это не полностью все равно не увидите хп-шка полностью не остановилась стоп теперь это не считается грабежом неплохо детали оружия ооо еда круто мы никого не убили и получается это грабежом сейчас тоже ничего сколько еды и все сейчас нажрутся еще в медицину найти ммм сигареты и кофе да это я беру а вот это я не буду брать получается сюда можно ходить сюда можно ходить и даже нужно ходить так еду мы достали сахаром опять же можно будет поторговать пойдем посмотрим что тут еще есть надеюсь они на меня не в неадеквате не нападут тут есть еще материалы то есть еще но сюда можно будет еще зайти а тут что или я тут уже смотрел так удобрения взять ну ладно так две детали на оружие стоп мне нужно 3 3 я знаю где найти и у нас будет топор давайте мне здесь дадите еще да еще одно детальное оружие все шикардос так две водички мы скипаем берем консерву берем кофе ммм вот это я еще уберу и возьму вот это мне понадобится блин еще бы лекарства найти было бы вообще замечательно кстати тут вот и может быть аптечка да пойдем посмотрим бинты нафиг сигареты два бинта это прям шоколадно два бинта таблетки таблетки я не знаю стоит ли да вместо двух деревяшки возьму таблетки деревяшки сейчас в большой цене но тут только две деревяшки да ладно возьму таблетки сейчас все валим на выход а там чё стоп мне просто интересно они на меня будут нападать или нет а ох вообще шоколадно да они меня не трогают они меня не трогают хорошо что я сюда зашел я думаю уже валить отсюда но хорошо что ой тут еще и взломать шкафчик можно а я с ломиком какая удача а зову на помощь кого ты зовешь нам ооо еще такие таблетки знаете тогда я одно мясо оставлю и возьму вот такие таблетки потому что за мясом в любом случае я сюда еще буду приходить от что тут под креслом написано я это не читал в прошлый раз мне тут по ушам надавали я не успел они как эта женщина много пишет каком-то мужчине по имени эмиль очевидно он был владельцем этого дома с которым она подружилась перевязывая его ран после как она переехала сюда он начал перемиряться со смертью жены по крайне мере она нашла какие-то утешение так но здесь никакой информации все просто бежим к выходу просто бежим к выходу и вот этого персонажа больше опасности мы не можем подвергать не нападайте на меня сегодня пожалуйста ладно у меня есть бинты в крайнем то случае есть лекарство день седьмой до сих пор холодно но холодном уже чуть чуть менее страшен у нас напали конечно тяжело больной ситуация очень серьезная но в принципе да все выглядит не очень но у нас есть бинты у нас есть мы еще сделаем топор у нас будет отопление у нас есть лекарство если все будет нормально сегодня к нам придет торговец и несмотря на то что вот эта картина выглядит очень плохо у меня ощущение что мы вырулим вот а пока что на сегодня все неделю мы с вами провели здесь старт был очень тяжелый но мне я же говорю мне все-таки кажется что мы здесь выкрутимся как оно будет дальше приходите на следующей серии и узнаете вот пока что спасибо что были с нами сегодня всем всем удачи всем добра всем бобра и всем покеда а 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 авгct Субтитры подогнал «Симон»